Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 19 января, я вот сижу в одном из ресторанов города Перми и вот пару слов, я хочу сказать, о грядущей катастрофе, которая неизбежно грядет в экономике страны. Я вам хочу сказать, что мы переживали вот за эти годы очевидных два коллапса. Первый это гайдарские реформы, когда были бесценены все накопления граждан, 98-й год, когда практически Ельцин расписался в полной беспомощности, левоцентрическое правительство было сформировано, Примакова, которая просуществовала всего ничего, подготовила закон о снижении ставки рефинансирования, и тут же Ельцин ушел в отставку, назначили Путина, и было суперправое правительство Касьяново. Ну и вот эти годы курс был абсолютно либеральный, жестко либеральный, и последствия этого курса мы сегодня порождаем, ну и будет повторение 98-го года, когда Ельцин в беспомощности бросился к левым, попросил правительство центристское, да, и Путина ждет то же самое. То есть я думаю, что он не удержит ситуацию, потому что сейчас в марте месяце придет иранская нефть, нереальная стоимость нефти это 15-17 долларов за баррель, никаких ни 50, ни 60. И в общем-то это конец всего, всю эту систему, которую он создавал. Но самое интересное не в этом. Самое интересное, что сегодня видите либералы практически, и вот эта вся команда путинская, которая сегодня с экранов промомает мозги, она выбежит на запад, у них там собственность, но либералы внутри страны, видите, они письма пишут о том, кого не пускать, кого пускать, то есть доносы пишут в США, что госдеп, надо сказать, кто там, надо сказать, достоин, чтобы принял запад, кто не достоин. Но вот это вот реальность, в которой мы сегодня живем, и ситуация очень непростая, никакой стабильности нет и близкой не будет, почему, потому что нет экономики. Впереди очень веселые дни, поэтому кто веселится и говорит, что ах, вот вам не светит губернаторский пост и так далее, подождите, поживем и увидим. Это вы пришли откуда-то с улицы, воровали, разрушали экономику. Я был сюда последовательным. Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.